Всем привет, с вами канал Всю Китай и сегодня у нас на обзоре максимально интересная китайская портативная ретро консоль, которая вероятнее всего будет народным хитом. Спойлерить сразу что к чему не буду, но настаиваю на том, чтобы вы это видео досмотрели до конца, дабы не упустить важную инфу. В общем, продается это девайсина вот в такой вот презентабельной для китайцев коробке. Бренда здесь нет, а вот модель указанная E6. Ну и есть изображение самой консоли. На обратной стороне указан цвет, объем памяти, в моем случае это 128 гигабайт, а также есть инфа про встроенный аккумулятор. Помимо стандартной комплектации можно еще купить комплект с дополнительными контроллерами, в коробку по всей видимости они не поместились, из-за этого просто лежали отдельно в посылке. На вид и по ощущениям контроллеры неплохие и даже наверное лучше качеством, чем те что идут у суперконсолей, но в эргономике, ну по удобству в руках, они явно проигрывают. Для работы каждого из геймпадов требуется по две батарейки формата 3А, а подключаются они к консоли с помощью USB-донгла и OTG-переходника, которые также идут в комплекте. Внутри же коробки все нас встречает вот так. Здесь есть защитное стекло, что не может не радовать. Дальше сама консоль, о ней поговорим немного позже. Кабель с USB на USB-C неплохого качества и маленькая, но очень даже информативная инструкция, с одной стороны на китайском языке, а с другой на английском. И на этом с комплектом все. Сама же консоль в моем случае в зеленом цвете, но я бы скорее его назвал мятным наверное. Очень мягкий и приятный цвет. Бывает она также еще в черном и белом цвете. И я думаю не стоит говорить откуда взят дизайн. Такой прям а-ля Steam Deck на минималках. На экране изначально есть пленка, так что стекло из комплекта сразу можно и не клеить. На какое-то время хватит и ее. По бокам от экрана расположены элементы управления. Из того, что вызывает вопросы, это стики. Они весьма низкие и на первый взгляд наверное не самые привычные. Хотя со временем к ним привыкаешь. Крестовина здесь выполнена диском и нажимается хорошо во все стороны, в том числе и по диагонали. Кнопки справа имеют нинтендовскую раскладку, что выглядит максимально странно на фоне контроллеров из комплекта, где раскладка иксбоксовская. Из лишнего, ну или дополнительного, это кнопка M над кнопкой Select. Задняя часть консоли на себе ничего интересного не несет. Винты для разборки, а также отверстия охлаждения и динамиков. Да, их здесь два. Снизу тут пусто, а сверху необходимые разъемы. Также тут есть кнопки LR и L2R2. Что странно, хоть и здесь без необходимости, кнопки L2R2 визуально как будто бы имеют ход, а по факту это просто кнопки. Здесь же сверху есть кнопка питания или блокировки и качелька громкости. Из имеющихся разъемов тут только два гнезда USB-C. Одно для зарядки, второе для ОТГ. Ну например, чтобы те же контроллеры подключить. Ну и есть слот под карту памяти microSD. У меня напоминаю, она на 128 гигабайт. Вдоль почти всей верхней панели также расположены отверстия охлаждения. И признаться, с внешней части она выглядит очень привлекательно и точно располагает к себе. Эта консоль не похожа на другие, ни по качеству, ни по эргономике. Вот как будто бы у них получилось, как минимум удовлетворить мои потребности с внешней части. И да, материалы никоим образом не ощущаются тут дешевыми, нет никаких заусенцев и прочего, а при тряске внутри консоли ничего не гремит. Даже кнопки справа сидят очень плотно. Короче, внешка прям огонь. Ну а для понимания размеров и вообще общей картины на фоне других консолей, вот вам небольшое сравнение. Конечно, на одном дизайне и хороших материалах далеко не уедешь, так что пора смотреть, что она вообще умеет. И за что я дальше могу продолжить хвалить эту консоль, это экран. Очень четкий и насыщенный экран. Камера этого, конечно же, не передаст, но для китайской консоли он просто восхитителен. Поверьте мне на слово. Встречает нас консоль своим главным меню. Стоит отдать должное, здесь тоже все выглядит очень приветливо и красиво. Заморочились, так заморочились. Поддерживает эта консоль 14 платформ. Все их перечислять не буду, я думаю вы и так их хорошо видите. Ну а самое мощное, что на ней есть, это PSP. Помимо иконок консоли, здесь есть еще и 4 дополнительных значка. Первый это у нас поиск. Опять же, все красиво и качественно, даже пробел на клавиатуре есть. Да и находит он моментально по совпадению, обратите на это внимание. Единственная проблема, в найденных играх нет указания с какой именно платформы эта игра. Максимум на что можно рассчитывать, это разобраться по превью. Дальше здесь избранное. Сюда можно добавлять свои игры, чтобы не искать игры, в которые вы часто играете. Третий значок у нас, история запущенных игр. Можно посмотреть и вспомнить во что играл вчера, например. Тут большой список, потому что я за этой консолью уже далеко не один час провел. Ну и самое, наверное, важное, настройки. Только вот порадовать они тут ничем не могут. Можно настроить яркость экрана, выбрать язык, русский поддерживается, все в порядке. Зачем-то можно установить дату и сбросить настройки, которых тут по факту-то и нет. Список игр в каждом из разделов выглядит вот так. Для каждой игры, ну почти для каждой, здесь есть превью. Короче, картинка, благодаря которой можно найти нужную игру из детства, если вдруг вы забыли название. Для игр, не имеющих превью, а такие тут встречаются, отображается одна и та же штатная картинка. В интерфейсе, помимо прочего, отображается уровень заряда аккумулятора и время. Только вот этого отображения очень не хватает во время игры. То есть во время игры можно вызвать меню, но вот чтобы посмотреть время или заряд АКБ, из игры нужно выходить. Вызывается это меню на всех платформах нажатием на дополнительную кнопку М. И здесь все по-русски расписано. 10 ячеек на сохранение для каждой игры, соответственно, сохранение и загрузка своего прогресса тут есть. А также можно выйти из игры и поменять местами кнопки управления. Хоть тут и изображены дополнительные контроллеры, управление для первого игрока меняет кнопки местами и на самой консоли. Так что управление в играх можно подстроить под себя. Правда, хотелось бы тут видеть и более глобальные настройки, но к этому мы еще вернемся ближе к концу видео. Кстати, работает эта консолька на базе андроида. Это можно заметить во время прибавления громкости, а также во время выключения. К самому андроиду доступа нет. Даже если запустить консоль без флешки, загружается она в главное меню ретро-консоли, но только с пустыми папками. От пользователя консоли все максимально скрыто. И это, наверное, даже хорошо. Так как со всем основным вроде бы разобрались, самое время смотреть на возможности в играх. Сразу скажу, что лично для себя я управление менял, по-моему, на всех платформах, так как по умолчанию кнопки расположены неудобно. Ну а каждый раз повторять это нет ни малейшего смысла, так что имейте это в виду. Как вы понимаете, первая платформа на очереди это легендарная Dendy. Понятно, что даже на очень слабых консолях она и так будет работать, но все-таки для наглядности, как это выглядит тут, решил показать. Турбокнопки здесь, кстати, есть и они, естественно, работают. Дальше будем смотреть на геймбол. Сразу на все три в одном блоке. Обычный черно-белый геймбой и геймбой кауэр работают хорошо. Геймбой адванс, в принципе, тоже работает без проблем, но местами все-таки бывают незначительные пролаги, но встречаются они довольно редко. Геймбой и геймбой адванс. Геймбой адванс. Геймбой адванс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Супер Фомиком работает неплохо. Игр, для работы которых необходим Супер FX Чип, здесь не увидел. Но думаю, что проблем с этим не будет. Все классно и более чем играбельно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Та же самая история и с Мегадрайвом. Все работает отлично, и в портативе играть в Sega-игры, да еще и с сохранениями, самое то. Да, Sega-бои сейчас меня сожрут в комментариях, что кнопок справа маловато. Но не забывайте, что сверху есть еще 4 кнопки. К этому всего лишь нужно привыкнуть. Ну а подстроить, что на какую кнопку, напоминаю, можно в настройках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мейм, Неогео, КПС или ЦПС1, ЦПС2 и ФБА я тоже решил объединить в один блок. Причина тому простая. Я не сильно шарю в этих платформах, да и в игровых автоматах, и игры для примеров запускаю просто рандомно. От этого мои комментарии тут наверное излишни. Монетка, как и везде, ну по крайней мере как на большинстве эмуляторов, закидывается кнопкой Select, а примеры работы на этих платформах на ваших экранах. Субтитры делал DimaTorzok 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 С играми от первой Sony PlayStation здесь все хорошо. Эта платформа мне кажется так же как и Dendy SEGA и давно оточены на эмуляторах просто до идеала. Найти где откровенно будет лагать PlayStation крайне сложно. Здесь то участь тоже миновало. Мощей хватает, а эмулятор делает свое дело. Примеры перед вами. Можете сами оценить работу этой платформы. Эта платформа будет много денег. И они прот Houstonом прич Что по товарищаме Francisco criar и прощ Leader Блищенные прогнозы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и завершающий тест, то что требует большей мощности от консоли, это PSP. Китайцы молодцы, засунули сюда не только простые игры, которые, к слову, тут даже вменяемо работают, но и есть тот же очень требовательный God of War, показывающий истинное лицо консоли и все проблемы в эмуляции PSP. Говоря в целом, повторюсь, не очень требовательными играми все нормально, а вот поиграть в что-то более тяжелое вряд ли выйдет. Но опять же, поиграть можно, но такого уровня геймплей явно никого не устроит. Посмотрите на мои примеры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Теперь давайте поговорим про загрузку своих игр. Все, что я показывал до этого, это то, что было в самой консоли изначально. Достаем флешку и через катридер суем ее в ПК. Флешка занята почти на 100 гигабайт, а внутри нее находятся папки с ромами и обложки к ним. И все, казалось бы, просто бери и дозакидывай свои ромы. Но не тут-то было. Просто закинуть недостаточно. Нужно открыть еще экселевский документ, который лежит в папке с превью, и сюда прописать название файла, потом название игры на английском, потом на китайском, а четвертым столбиком еще и сокращенное название. Короче, занятие то еще. На экране для вас оставил инструкцию, как это правильно сделать. Ну, по крайней мере, это инструкция от китайцев. Для себя же я нашел чуть-чуть другой вариант. Я просто позаменил ромы уже имеющихся игр, подогнав название, на русифицированные. И, естественно, так как все прописано, они здесь работают вместе с сохранениями и прочими радостями. Если что, я специально для примера поменял суперконтру на обычную, что праздницу, так как игры разные, наглядно было видно. Превьюхи тоже можно как отредактировать под себя, ну или в один стиль, так и добавить для загруженных игр, или просто для тех, которых тут не хватает. В этом плане все просто, нужен только какой-нибудь графический редактор, а так загрузить можно хоть свою фотку. Кстати, флешка не является тут загрузочной, а значит все файлы можно просто скопировать себе на ПК, дабы у вас на всякий случай была резервная копия. Если по какой-то причине файлы утрачены, или сломалась-потерялась флешка, эти файлы есть на моем бусте, так же, как и куча других прошивок и файлов. Так что обязательно туда загляните. Еще немного слов про комплектные геймпады. Берем OTG-переходник, подключаем в него USB-донгл, и вставляем в консоль. Первым или же главным будет тот, который включишь раньше. Что мега странно, повторюсь, это расположение кнопок. На консоли кнопка А, а наш выбор находится справа, на контроллерах кнопка А находится снизу и реагирует там же. Также здесь есть две дополнительные кнопки, С и З, но ни в одном эмуляторе они не реагируют. Более того, если я захожу в настройки управления, я на них не могу назначить какую-либо кнопку, консоль просто их не понимает. Самое же забавное, кнопка моды, которая должна открывать настройки в игре, этого не делает, а просто закрывает игру. Вроде бы комплектные контроллеры, даже изображение их есть внутри консоли, но почему-то работают неправильно. Другие геймпады я тоже пробовал сюда подключить, ничего из этого не вышло, консоль напрочь отказывается с ними работать. Возможно, существуют какие-то варианты, но среди своих геймпадов я такого варианта не нашел. К слову, на ПК эти геймпады работают вообще без проблем, но кнопки С и З система тоже не определяет и не видит вообще. И для чего они тут? Кнопка моды в данном случае переключает режимы контроллеров, и как и что, наглядно видно. Смело можно позалипать в какие-то ретро-игры на вот таких джойстиках на ПК. Работают они здесь без нареканий. Так как это все-таки портативная консоль, имеющая свой аккумулятор, то нет повода его не затестить. Производителям заявлена работа от 5 до 8 часов. Я консоль полностью зарядил и сел играть. При этом стояла максимальная яркость экрана и процентов 70 громкость. Играл я во все платформы понемногу. Но это я к тому, что если играть только в какую-нибудь Dendy, консоль должна держать дольше, а с PSP вероятнее, что меньше. Проработала она вот в таком вот смешанном режиме в районе 3,5 часов. Это, конечно, не 5 обещанных, но все равно вполне неплохой показатель, как по мне. Заряжается же эта консоль в районе 2,5 часов. Прям точное время не засекал, но примерно как-то вот так. На этом пора подводить итоги. Логичнее всего, наверное, разбив их на плюсы и минусы. Начнем, пожалуй, с плюсов. Огромнейший плюс за шикарный экран и очень качественную и приятную внешность консоли. Вот ни малейшего отвращения она не вызывает и снаружи все прям дорого-богато. Также плюс за зарядку по USB-C и наличие OTG. Система в целом тоже неплохая и интуитивно понятна. Плюс вполне красивая менюшка и есть русский язык. Ну и плюс за возможность сохраняться. С минусами все сложнее. Я ничего не говорил про крестовину на этапе игр, потому что она удобная, но по итогу очень неточная. У меня эта консоль уже больше, наверное, месяца и я крестовине о чудо привык. Поначалу же жмешь даже в списке игр вниз, а нажаться может влево, например. И это прям дико раздражало. Светящиеся вот эти штуки на панели и вокруг стиков не отключаются и никак не настраиваются. Хотя я знаю, что программно это сделать все-таки можно. Изначально же они просто так садят батарейку. Нет разъема под наушники. Я считаю, что в портативной консоли он точно должен быть. Через OTG-переходник наушники не подключаются. Я проверял. А если подключить USB-звуковую карту, то звук как бы в наушники идет, но с дикими помехами. Звук же с динамика в самой консоли весьма посредственный. Не то чтобы он плохой, но объективно мог бы быть и лучше. Ну вы сами его слышали. А что еще больше вызывает вопросы и много разных придирок, это система, несмотря на то, что я ее уже отнес к плюсам. И сейчас я ее тоже хейтить не буду. Для обычного пользователя тут все необходимое есть. Марок, разве что с загрузкой своих игр. Для более же шаристых за 15 минут из вот этого можно получить вот это. И тут вам и куча настроек, в том числе на стиках можно отключить подсветку. Любые платформы, ну в пределах разумного, не знаю, игры с того же Dreamcast'а можно запускать. И максимально расширенный функционал. Как сделать так же, я покажу в одном из следующих видео, потому что этот обзор уже и так нехило затянулся. Если вам эта тема интересна, ставьте плюсик в комментариях, чтобы я видел вашу активность и максимально быстро этот ролик смонтировал. В общем, где купить такую консоль, ссылка конечно же будет в описании. А вас я жду в комментариях. Пишите, что вы думаете про такую консоль, учитывая, что в минимальной комплектации она стоит в районе всего 4,5 тысяч рублей. И стоит ли она на ваш взгляд своих денег или нет. Короче, как всегда, все пишите. С удовольствием ваши комментарии почитаю. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте мне лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Телеграм. С вами был Игорь, канал Все Китай. Всем удачи и хорошего настроения. Пока!